Это стратегия, имиджерная стратегия, и в принципе, конечно же, если сегодня мы не вписываемся туда, крайне сложно, не в свой среде директоров, он не принимает решения, значит, вот у нас он не только литер-чемпион, он поделил многих проектов, подготовки к Олимпийским играм, Газпром смонтирует, ясно проектов, сейчас он практически 150 миллионов дает Олимпийскому комитету на содействие, подготовки, сборных, команд. У него есть, ну, сколько и строительные стратегии, никаких программ, Газпром где этим в районе 6 миллиардов ежегодно они тратят на строительство спортивных сооружений по регионам, странам, причем очень солидно, мы сейчас в Искусске проводили игры, там, Россия-Китай, детские игры, они построили главный центр в Олимпийске, это фантастический Газпром, то есть у них есть стратегии. Задача, конечно, моя сейчас, как президент РФ, попытаться в эту стратегию попасть, потому что у него есть она внутренняя, а есть стратегия внешняя, у него есть стратегия, вот он, длинный чемпион, это уже позиционирует себя в мире, там, и прочее, причем, знаете, да, ряд клубов, он еще ряд проектов, он там принимает участие в Газпроме, то есть есть некая такая стратегия. Если мы в эту стратегию впишемся, это, здоровье, конечно, очень большие нагрузки на компанию, мне тоже, знаете, зная это все, всегда, я знаю, что происходит с компанией, как многие компании получают, есть и другие нагрузки, да, и сейчас у нас сейчас ряд поручений есть из Газпрома, порядка другие проектов они изучают, не буду их сейчас озвучивать, и они тоже, и когда ты приходишь в компанию, и он, ну, знаете, я эти вону корзину все время, очень тяжело, первое, это надо попытаться, и мы готовим такие предложения, не скрою, в Газпрома попытаться попасть вот в его идеологию, а он компания большая, серьезная, региональное отделение, система, ему нужно, значит, сегодня, у них некая философия, они готовы инвестировать, ну, в регионы, почему эта программа «Газпром» действует, потому что они хотят в регионах присутствия, да, не просто платежи заграться, а чтобы еще там развивалась инфраструктура, где у них есть свои предприятия, чтобы создавались условия комфортные для жизни, вот это, вот нам, значит, нужно немножко перемоделировать, я сейчас думаю, как мы, не просто дайте деньги в Российском москва-газпроме сольца, или везли какие-то ответы, нет, я хочу предложить, может быть, если мы найдем такое вот сочетание наших предложений, чтобы они вписывались концепцию, имиджевую концепцию, концепцию социальной политики, вот вчера вы задавали вопросу вице-президенту Норильского Никеля, нам удалось, потому что я не разветился, второй раз уже с Норильским Стритом, с Патанином, а он мне срам, он мне сам рассказал о той концепции, которую он мне, он говорит, вы знаете, мне вот это хочется, я готов, я готов, говорит, содержать Норильский Никель, футбольный клуб, но я не готов, что он сидит в Москве, в офис в Москве, они играют в Москве и прочее, я хочу, чтобы Норильский Никель находился здесь, в Норильске, играл Норильский, это ребята, детская школа, ну типа как у нас вид сенара, где там только российские игроки из детской школы, вот эта система, то есть не надо сегодня просто понимать философию каждой компании, а не так, как мы порой, я слышал, что кто-то обязан, вот мы российский футбол, мне кто-то, нам никто ничего не обязан, это мы взяли на себя ответственность, никто нас не просил на себя ответственность, значит нам нужно, нам нужно вписываться в те концепции компании и предлагать им такой продукт, которым интересен, если сегодня не надо, то интересен проект, здорово радует...